Привет всем зрителям, с вами Катархонт и это Mountain Blade 2 Баннер Лорд. Некоторые из вас меня просили поиграть, но что ж, давайте. Я буду отыгрывать по сути здесь персонажа своего канала, в честь которого он и был назван Святослава Игоревича. Понятное дело, что прям точно нас не выйдет, но давайте-ка попытаемся. Начнем мы сами за ботанцев, двуручные топоры и мечи. Смотрите, они как раз скучают по лесам, которые когда-то простирались по всей Северной Кальраде. Разукрашивают себе лица для устрашения врагов в бою, а их дворяне предпочтают сражаться в строю с другими воинами, а не на коне. Думаю, вполне себе в тему. Ну и ботанцам перемещение в лесу штраф скорости меньше на 10. Давайте, продолжаем. Конечно, не идеальная копия, но своя адаптация есть. Усы у него такие же, только здесь длинные были, продолжающие дальше. Таких я здесь не нашел, но они похожи. Сверху должен быть чуб, но это, конечно, не совсем чуб, но близко к нему. Ибо больше похожих здесь причесок, чтобы прям чуб-чуб было, нету. Так что оставим такое. Ну и посмотрите на его голубоглазые глаза. Вроде как они такими и должны быть. Вот он наш красавец, за которого мы с вами и будем отыгрывать. Что же, давайте продолжаем. Будем выбирать его предысторию. Из всех данных вариантов. Родители, скорее всего, были телохранителями вождя, ибо это всех ближе к рангу правителя. Давайте-ка возьмем их. В детстве вас ценили, скорее всего, за навыки лидерства. Логично, что в детстве его часто брали на охоту, и поэтому он охотился на мелкую дичь. В юности, конечно, я думаю, он успел позаниматься и путешествием с разведчиками, и тренировками с пехотой, и вступлением в гарнизон, и тренировками со стражами. Но надо выбрать что-то одно. Наверное, все-таки выберем тренировку с пехотой. Это как-то ближе по духу. Ну и в зрелости, прежде чем мы отправились в жизнь, полное приключений, вашим самым серьезным достижением стало... И тут на самом деле два варианта. Это истинная речь, либо же победа в дуэли. По сути, обе подходят к нему. Истинная речь, и он стал правителем. Либо же победа в дуэли, так как он был хорошим воякой. Но так как у нас в силу уже и так немало очков, то давайте возьмем еще истинную речь, чтобы показать его ораторские навыки и навыки управления. И еще небольшая часть нашей предыстории, то, что напали налетчики, родители убили, младшая сестра и брат уведены в плен, но вы с братом спаслись, потому что... Логично, что князь не стал бы бежать, он бы одолел налетчика либо же на дуэли, либо же объединил постояльцев таверны. Но давайте немножко в харизму вложимся. Он объединил постояльцев таверны, и вместе с ними они их одолели. Ну и, конечно же, имя Святослав. И можете краткую характеристику здесь еще раз увидеть. И те бонусы, которые мы с вами также получили. Никаких бонусов на выносливость, есть на ловкость с луком, есть на силу неплохие бонусы, на хитрость, на харизму и чуть-чуть в интеллект. Ну и, конечно же, куда без реализма. Давайте-ка все будет у нас с вами реалистично. Я, конечно, не мастер игры, и, скорее всего, буду не раз погибать, но зато отыграем так, как и задумано в самой игре. По харду, скажем так. Ну и здесь вначале, по сути, нам предысторию дают о близких и о тренировке. Давайте-ка пропустим обучение и погоним дальше. Через несколько часов после того, как мы покинули тренировочную площадку, мы наткнулись на раненого, помогли его, а он нам передал бронзовый предмет и рассказал, что он как-то связан с безумием Нереце. Вы решили узнать поподробнее об этом предмете. Введите название своего клана. Катград. Вступайте все, кто хочет. Ссылка, кстати, на серверописание. И посмотрите на наше знамя. У нас будет черный фон и белая стрела. Но давайте будем называть ее не стрелы, а молнии. Молния Перуна. Стартуем мы с заданием на восстановление своего клана и на исследование безумия Нереце. Обсуждение с десятью знател. Никого в нашем отряде нету, только мы сами с вами. Северный топорик в руках. Северное короткое простое копье. Лошадь. Грубое горное седло. Ботинки горца. Одинка лесника. И куртка горца. И также два зерна в запасах. Это все, что есть у нас. Тяжко, но что поделать. Будем подниматься с самых низов. Стартуем мы с вами рядом с городом Порос. У тренировочного лагеря. И нам надо бы, наверное, добраться до ближайших деревень. Набрать небольшой хоть отрядик. Чтобы могли спокойно путешествовать. В первой же деревне нам предлагают имперского лучника. Выплата две монеты всего-навсего. И новобранс. Ну что ж, давайте. Имперский лучник будет неплохим подспорьем. И кроме того, нам здесь задание предлагают. Давайте-ка поговорим с человеком. И узнаем, что он хочет от нашего величества. Которое, правда, еще без своей команды. Но не важно. Я Святослав. А кто ты? Я Ласис. Ну что ж, нужна помощь в одном дельце. И надо будет перевести стадо из 12 коров. Ну что ж, давай. Если вы направляетесь на эпикатрея, можете заодно пригнать наш скот к Дориан Кожевенник. За 400 монет. Ну давай возьмемся за задание. За стадо. И попытаемся это организовать. 12-ое вето у нас уже есть. Осталось, скажем так, только добраться живыми. А вот эпикатрея находится, к сожалению, далековато. Смотрите, сколько нам идти ради 400 монет. Ну что ж поделать. Придется постепенно передвигаться. Будем мы добираться до туда. 5 дней у нас всего есть. Ох, а вот это вот, кстати, мало. Ну давайте в Тевея дез забежим. Нам нужна еще армия. Иначе при таком раскладе будет тяжеловато воевать. Наймем здесь еще людей. И побежим на север. Добрались до Миконы, где вновь нанимаем людей. К сожалению, очень мало доступных. Уже добрались до Токони. По заданию у нас еще 3 дня есть. И в целом мы уже достаточно близки. Сейчас бы не наткнуться на разбойников. Хотя они нас сами обегают. Поэтому не страшно. Отряд из 13-й человек. Добежал до эпикатрея. Дориан Кожевник. Давайте-ка поговорим с ним. И передадим ему стадо. Которое в целости и сохранности, между прочим, пересекло такой немалый участок. Интересно, у нас история вырисовывается. Погонщики стада изначально. Но какая разница. Деньги собрали. Народ тоже собрали. Главное, что все хорошо идет. Я Святослав. А кто ты? Насчет задания. Я привел 12 голов, как мы и договаривались. Ваше отношение из минус на 6 представляет 7. И задание выполнено. Ну что ж. 400 монет наши. Вернули, скажем так, все свои деньги затраченные. На наем армии, на покупку ресурсов. И в целом неплохо себя ощущаем. Рядом расположена деревня Миколавея. И здесь Давалиус из Макелавея. Что ж, у него задание какое-то есть для нас. Давайте, чтобы далеко не ходить, сразу же его и возьмем. Я Святослав. А кто ты? И я тут за заданецом пришел. И у него потеряна дочка. И он награду дает 1650 монет. Воу. Ну-ка, расскажи-ка мне побольше. Он из низшей семьи. Махинация их земли. Ооо, дело с известными бандитами. Ну что ж. За два дня. Катило черный. Ммм, неплохая девушка. 21 годик. Ну что ж. Пойдем ее искать. Это уже, знаете ли, не стадо перегонять. Так что гарантировать успех не могу, уж простите. Похищенная дочь. Смотрите-ка, мы пришли в деревню и поиск в деревне. Давай-ка. Нам предлагают их найти, что они здесь обессиленные, где-то находятся. А вон задание. Мерит из Истасимаса. Ну давай к нему. И тут у него задание с тем, чтобы скот пасти. Ха-ха-ха. 350 монет. Ну давай, попытаемся. Заданием. Но нам сейчас надо заниматься совсем другого. Вон, Катило черное. Та самая дочка, которую мы с вами искали. Ты ведь не будешь на меня нападать? Охотник за головами? Воу. А нам говорят, что не все так пластно. Откуда я знаю, что он не заставил вас сказать это? Ага. Да Валиус пообещал одному из союзников. Он не заботится обо мне, а переживает ли же свою репутацию в нашем районе. И нам тут диалоговое окно. Путовство милосердное. Давайте-ка, возможно, он устроил такие планы, просто потому что он любит тебя. Да, возможно, вы правы. Может быть, но это твой долг перед собственной семьей. Бесполезно. Да, блин. А тут уже шансы на неудачу. Шанс успеха 19%. Вы думаете, этот человек будет верен? Что ж ты, зараза-то такая бесполезная. Мы сейчас так проиграем. Ну давай. О, большой успех. Ох. На последнем вытянули. Да, вы совершенно правы. Я не могу это сделать. Я вернусь к своей семье. Это такое... Че? Что ты творишь? То есть мы можем уходить и возвращаться за наградой. За 1650 монет. Да, мы выполнили. И деньги уже 2614. Вот это мы поднялись. Отвели стадо. Вернули дочку. Уговорили ее. И все. Мы уже с деньгами. Ну и теперь нам надо выполнить задание в Маратее. Со стадом. И с борьбой за землю. Посмотрим. Сможем мы это сделать или нет. Теперь поговорим с Джораном. И опять хочешь, чтобы его дочь нашлась. Интересно. Еще одно задание на поиск дочери. И что ты нам хочешь? 1650 монет. Давай побольше. Я найду ее. Лария черная на сей раз. А вот те самые 15. Ну давай, давай. Поговорим с жителями. Попытаемся их успокоить. То, что он прав. Отношения. Ой. Два навыка баяния, но задание провалил. Не будем бить обычных крестьян уж. Это как-то знаешь, не по-человечески. Ну а то, что отношения упали. Ну а что поделать? Жизнь такая, тяжелая. Но крестьян обижать, это не по-моему. Поскакали в Гимасу. Ух ты. Нам сообщают о том, что они убегают в Гимас. Давай еще немножко армии. И погнали в Гимас. И нам сообщают, что мы можем прочесать район и найти их в деревне. Давайте еще одну дочку найдем. Топор на изготовку. Что, прекрасно тебе живется, да? Ты кто такой? Опять один из охотников за головами. Откуда я знаю, что он не заставил? Но я обещал найти и вернуть отцу. И опять давайте-ка уговаривать. Отлично. Успех на то, что он строил планы. И может быть, но это твой долг. И бесполезно опять. Что ж ты какой бесполезный-то навык? Опять бесполезный. Мы по той же самой схеме будем действовать. Если сейчас последний не ткнет, то все. Не уговорили. И нас вызывают на дуэль. Ну давай, я принимаю твою дуэль. Знаешь, сначала давай выберемся отсюда. На коне как-то воевать не очень. А то, что у тебя нет коня, ну что поделать, это твоя проблема. Давай-давай-давай, сюда, наверх. Ко мне, в гости, скажем так. Милый Покариос. Я жду тебя. Я жду тебя. Воу. Моей видеокарте, по-моему, хана. Знаете ли, достаточно весело воевать, когда ты нифига не видишь. Единственное, что перед тобой, это черные квадраты. В такие моменты понимаешь, что победа даже над самым легким противником становится очень тяжелым делом. Но, к счастью, я с ним разобрался. Навыки приподняли. Когда-нибудь ты поймешь, что я оказал тебе услугу. Лария Черная присоединилась к вашему отряду. Теперь нам осталось эту девчонку вернуть в Маратею. Далеко, конечно, но за 1650 я согласен прогуляться. И уже, кстати, нанял свой отряд под максимум 22 воина. Слабеньких, конечно, но все равно моя защита. Давай, принимай, батька. Принимай свою дочь, плати мне деньги. До свидания. Пришлось мне, конечно, с черными квадратами повоевать. Но, хе-хей, какая разница. Зато у нас почти 4000 теперь есть. Джолана Вонючка. Вооружение банды заданий. Неужели с бандитами что-то можно будет поделать, а? Это даже интересно. Ну я Святослав, а ты-то кто? Джолана. Я слышу, что задания есть. Хочешь легких денег? Мне нужны кое-какие инструменты для личного дела. Интересует? Нужно 6 одноручных мечей. За 5500. Ничего себе. Вот это интересное дело. 5500. А купить мечи мы можем за 500. То есть, по сути, мы можем за 3000 купить сейчас себе мечей и продать ей. Хм. Заработок, конечно, будет такой себе. Но, как бы, давай, не выходя отсюда. 3, 4, 5, 6. За 3300 мы покупаем. И вот ваш груз. Не, ну нормально так. 10900? Ты мне заплатила больше? Вот это я понимаю. Знаешь, такой взял задание в городе. В этом же городе. Купил 6 мечей. За 3 с лишним тысячи. А потом такие бамс тебе за это 10 с лишним тысяч заплатили. Лайфхак, как поднять бабла. Быстро, дешево. И, скажем так, с огромной выгодой. Да, нехило мы так сами сколотили 11 тысяч. На одном задании просто бамс. И поднялись. Кроме того, она оставила нам 3 меча. Странно. Она же просила 6. Или она всего 3 просила. Я купил 6 за чем-то. Ну да ладно, ладно, неважно. Хорошо. Даже лишние мечи пускай лежат. Но задание, конечно, какое-то... Странное. И мы можем, кстати, качнуться в дипломатию. На 15% уменьшен штраф торговый. Да, давай. Будем торговать вовсю. Смотрите, сколько заданий мы с вами уже завершили. И в целом так-то неплохо двигаемся. Восстановление своего клана. Можно сказать, сделали известность только полтинник. Спутника надо и все. А так и по деньгам, и по отряду. Ух, все готово. И Параклис безмолвный. Меня зовут Святослав, расскажи о себе. Рыцарь империя выполняет поручение торгашей. Ну да ладно, это не так критично. Ну давай. И однако мне понадобится 1355, чтобы погасить некоторые... Чего? Я тебе, такому мелкому, должен заплатить 1355 деньжат? Ха-ха-ха. Не мастер боев? Давай понаблюдаем немножко за битвой. А они все пешими. Ну смотри-ка, катафракт. Воу, вдвоем на одного. Ну ребят, ну так не честно. А со спины-то с крысы вдвоем желтого выбили. А теперь, да он разберется с ним. Арбалет-сержант. Да, имперский арбалетчик-сержант победил. Арбалетчик. Ха-ха, победил катафракта. Почему бы и нет? А теперь у нас кто кого. Давайте делаем ставочки. Что, опять арбалетчик победит какой-нибудь? Не, арбалетчик уже затыкивают. Скорее всего опять имперский тяжелый всадник. Да, он со спины, смотри, залетел. А, ему как прилетело неожиданно мечом. Ну-ка. Пехотинец-ветеран или тяжелый всадник? Воу, в шею же прям даровал. В лицо прям. В грудь. По башке получил. Еще по башке. Ну куда ты щит-то бьешь? Ну давай, давай. Кровь. Ну все-таки пехотинец-ветеран. Держал верх. Шо ж ты какой, а? Ты был близок к победе, но не смог. О, параклес безмолвный. Красный. Ну-ка давай посмотрим за параклесом. Он еще стоит своих денег или нет? Хо-хо-хо-хо-хо. И ты еще просил тысячу монет с меня. Все с тобой ясно. Ну что, крестьянин или обученный пехотинец? Крестьянин. Да. Когда ты крестьянин, и ты затащил против профессионалов. Такой, да-а-а-а-а-а. Присоединиться могу. Ну давай. Есть одна проблема. Я, конечно, неопытный боец. И против меня очень важные ребятки. По башке ему, по башке. Душ. Ничего себе. Пробил броню. Ох, меня все-таки сделали. Ну что ж поделать. Имперский Лейгайнер одолел нас. Грустно, конечно. Но да ладно. Я научусь играть. И драться. Воу, вот это... Это же не честно. Двое с пилами, а где же ближний бой? Воу, как он... А у него нету больше оружия, что ли? Видимо, да. Это единственное его оружие, которое есть. Я не имею в виду, что есть. Вы что ж на одного-то такой? Поединок окончен. А, они были в одной команде. Точно. Два на два уже пошло. Я могу присоединиться? Ну давай. Мы вместе с моим братом, с имперским легионером. Против Крестьянина. Есть. Крестьянин. Все. Наша команда красных одолела. Деньги, мне деньги. И теперь тяжелый садник и арбалетчик. Ну давай. Не дадим ему. 17 урона. 20 урона. Еще урон. По башке 34. Ооо. Ай-яй-яй-яй. Обидно. Ну смотри, я задержал его, и мы победили. Ну как сказать, мы... Он, а теперь мы друг против друга. Тяжеловато. Будет тяжеловато. Здоровья-то почти нету. А это еще имперский легионер. 32 урона по башке. Еще урон. Вот это сейчас я зря пропустил. 8 урона. Еще 2. 24. Блин, щип поставил не так. Могу победить, кстати. Было все красиво. Ну турнир закончился, имперский легионер побеждает, победив вас в последнем. Ну да ладно. Все равно так немножко прокачались, скажем так, навык владения оружием и подрались. Почему бы и нет. Видите, одноручка уже на 13, древковая на 13. Я думаю, самое время попросить у вас совета по тому, как тут вообще одеваться мне. Я так понимаю, я на одноручное ближнее и на одноручное, скажем так, копье тоже рассчитываю. В целом, какие-нибудь щиты мне нужны, наверное, и получше вооружение. Так что советуйте, куда мне двигаться. В какую, скажем так, местность, где закупаться и жить дальше. Ибо старт мы с вами вроде начали неплохой. У нас с вами 11500 монет. Жалование всего 22 монеты. Так что вполне себе неплохо. Еды в достатке, боевой дух хороший, жизни есть. Немножко посражались, правда не победили, но не важно. Мы были близки, в следующий раз затащим. А так, надеюсь, вам была интересная серия. Я пока не особо понимаю, в каком стиле вам выпускать ролики по данной игре. И зайдут ли они вообще. Поэтому такой первый экспронт. Надеюсь, вам интересно. Также предлагайте свои идеи по поводу того, как можно подавать материал. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели. Лайки, комменты, подписку на канал. Ну и мы с вами тогда увидимся в новом ролике. До скорых встреч.